Я приветствую наших зрителей. Сегодня понедельник. Это значит, что наступило время очередного выпуска программы «Доживем до понедельника». Григорий Гельфер, Евгений Гендин и меня зовут Елена Кальянова. Приветствуем вас. Добрый вечер, коллеги. Руки на стол. Руки на стол. 370-3101. Это телефон, который работает в течение прямого эфира для того, чтобы вы могли как-то отреагировать на наши сегодняшние темы. Но можно и написать, потому что работает социальная сеть Facebook. И в сегодняшнюю юбилейную информационно-ироническую программу у нас сегодня 40 дней. 40-й понедельник у нас сегодня, юбилейная передача. Почему? Наоборот, это же там день суда, по-моему, на 40-й день решается. Но про суд, я думаю, мы поговорим еще. В общем, пишите, мы прочитаем вашу фамилию, все расскажем, откомментируем. Работы в Facebook и в деньги, я так понимаю. Да. Ну, с чего начать? Ну, наверное, у нас в стране один герой, это такой театр абсурда одного актера. Значит, это человек, которого зовут Роман Насиров. Я думаю, что неделю еще назад, ну, мало кто, кроме... Ой, не согласен, что одного актера. Ну, по крайней мере, нет, это режиссеры, авторы, подтанцовка. Ну, я имею в виду, на виду вот один человек, его то куда-то заносят, то приносят, то его в одеяло. Ну, в общем, все. Неделю назад, наверное, мало кто, кроме плательщиков НДС, там, больших, знал о том, что есть такой персонаж. Ну, что, он прогремел, когда он в Трампу слетал. Да, ну, да. И тут, значит, ну, просто открываешь новостную ленту, и все. Там в Феофании проходит задержание Насирова. Набу привезло Насирову подозрение. Я просто читаю только новости. Там фракция БПБ предлагает поддержать Насирова. Фракция БПБ официально заявила, что она не будет поддерживать Насирова. В институте кардиологии не определили, что... У Насирова нет сердца. Да, то есть, короче, все, значит, Насирова будут судить. Нет, здание суда заминировано. Значит, здание суда не заминировано. Но судья, значит, получает отвод. Нет времени найти друг друга. А как ты думал, 9 адвокатов, 9, 10 даже было. Короче говоря, ну, просто вся страна с напряжением. Я пропускаю уже последние новые... Ну, я не успеваю следить за этим квестом. Да, вот что, что, может, кто последний... У тебя сердце разрывается от жалости. Да, конечно. Что с этим человеком происходит? Что с нами всеми происходит? Нет, ну, с нами всеми все происходит. Что с мустафой? Говорят, он украл деньги. Нет, он не украл деньги. Говорят, что он позволил этому... Позволил украсть. ...онищенко, да, не заплатить там 2 миллиарда. И теперь говорят, что 2 миллиарда НАБУ требует, чтобы был залог, и тогда его может быть... Ну, Фейсбук и Интернет его осудил уже, а если ты что-то там говоришь, то ты пособник коррупции. Я? Нет, не ты. Я? Петров там некий, Сидоров. Просто ты знаешь, вот любой прямой эфир, там куча же включений идет, всех этих вот стримов, и если смотреть на реакцию пользователей, то там вот сплошные, сплошные, ну, не просто улыбки, люди просто вот смеются хохотом. Ну, люди хохотом смеются, но все же не знают, это закончится как комедия, как трагедия. Это еще стучки, люди хохотом смеются. Износирование, хороший такой хэштег, поверьте, износирование. Ты что-то будешь говорить в свое отношение к этому? Я, меня просто удивляет, вот как... Тебе НДС вернули весь? Патриот, не, я вообще никак в отношении к этому, я вообще даже к НДСу никак. Вот патриот, государственный служитель, 9 человек защищают его от этой страны, которой он вот готов верой и правдой служить. Был, и я думаю, до сих пор. Я думаю, что если сейчас вот его отпускают, он будет готов продолжать точно так же служить Украине, потому что... Я тогда все-таки буду непопулярным, и другую ноту внесу. Вот как помимо того позора, который испытали с обвинениями Януковича и его пособникам, которые все в Европе рассыпались, равно как и с отчетами, здесь опять все ушло, к сожалению, и уходит в политическую целесообразность. И на самом деле здесь очень много вопросов. Да, Насиров, там, то, что типа нам всем понятно с Насировым, не может служить основанием для вынесения, вот изначально, то есть Фейсбук и все там его осудили. На самом деле о непрофессионализме определенном, как бы, НАБУ, ну, в меньшей степени говорят, то есть как бы ощущение, что не пресечение, как бы, его действий, а желание снять обвинение в бездеятельности. То есть типа есть ряд вещей, которые вот эти лойеры Насировские уже сейчас как бы разбились, и в Европе как бы вопросы политической целесообразности, ну, то есть серьезные как бы адвокаты, в том числе и зарубежные, они говорят, что для ЕСПЧ, Европейского суда и прочего, все эти дела, что это очень развариваемые мы дела. То есть как бы, у меня больше, на меня, как всегда, больше эмоциональными спекуляция определенная на вот идеалах вот этого вот очищения. И если это сейчас провалится опять еще и с Насировым, в юридической плоскости, по результату, то тогда... То значит, все позволено. Разочарование... Разочарование... Ведь ход событий очень... Разочарование чьего? Очень ходный... В смысле, разочарование, если результаты опять, ну, людей... У нас кто? У нас народность и власти главный. А ты будешь разочаровывать? Поэтому им, вот, Гарри говорил, что театр одного актера, тут очень много актеров, там... Я считаю, что... Я считаю, что Насиров, Оскара уже заработал. Ну, я считаю, что за роль первого, второго плана, допустим, Мустафан Аем и Сергей Лещенко тоже заработали. Вот как-то я не могу сказать. Сегодня там Семенченко приехал. Не настолько я. Очень коротко ход. Смотрите, там Лещенко сливает информацию просто, вот что Насиров, тебя идут арестовывать. После этого в сеть Насиров ложится в больничку до ареста на больничку. На БУ деваться как бы некуда. Это же факты. На БУ деваться некуда. Они ломанулись, задерживают без санкции суда, с черновиком обвинения в выходные... Накануне выходных дней. Понятно. Там актеры пропускают, их останавливают. Полумертвому телу якобы зачитывают. Зачитывают приговор, ведут в суд вот эта вся ЭКПП. Квест, как выразился Гарик, там, Институт кардиологии и так далее. Адвокаты, значит, разбивают наполовину все эти обвинения. Ну, только наполовину. Да, время избрания, там, меры пресечения, йог, оно как бы проходит. А у Набу нету заранее второго. Вот как Корбана, когда время пресечения, а не ему тут же второе. Вот это, то есть, как бы... То есть, Насирова надо судить. Ну, именно судить. Меня, честно могу сказать, да, против этого можно аргумент о том, что, да, народу же, если суды у нас так работают, но поездки к дому судьи, Азов туда едет, там, национальный корпус и вот это политическое... Хочется, чтобы увидеть, как прокуроры лопятся с адвокатами, происходит, как в американских фильмах, битва аргументов, битва законов. А вместо этого вот эти нардепы, например, которые, ну, по старому КПК, который еще в башке Портнова вызрел, они вместо того, чтобы менять эти кодексы законотворческой работы, они действительно... Ну, то есть, меня вот пиар партии, вылезание партии, подталкивание к выборам, понятно, что это все некий вот такой вот снежный ком. Меня это в Европе... И устраивает всех в заключении, я скажу. То есть, на самом деле, и те, кто там покрывает... В заключении Насирова. Да, покрывает и те, кто покрывает Насирова, потому что если эти доводы разобьются, а они очень вероятно, что разобьются, они еще больше будут безнаказаны. Оппоненты этой власти, как бы антипорохи, да, как они, тоже шикарнейший шанс на досрочные выборы и понятная спекуляция на наболевшем действительно у народа, о отсутствии справедливости. Вот этот ком, все не черно-бело. Я просто хочу сказать, что у меня есть аргумент железной защиты Насирова. Вот просто. Независимая ассоциация банков Украины, НАБУ сокращенно, она выставила претензию... Боже, опять НАБУ? Да, так в том-то и дело. Она выставила претензию в адрес Национального антикоррупционного бюро Украины, что те у них украли название. Это статья 20 закона об охране, значит, там, прав и все такое. Они говорят, что, ребята, мы раньше вас возникли, значит, мы это название зарегистрировали официально, а вы у нас украли название, еще кого-то там собираетесь судить. Это все, значит, неправильно. Мало того, их вот эту ассоциацию банков все время загружают какими-то жалобами и требуют, чтобы они проводили какие-то антикоррупционные расследования. И у них нет возможности даже заниматься нормальной банковской деятельностью. Поэтому я считаю, что у нас все очень гармонично запутано. А вот вы знаете, все почему происходит? У нас же вот такая тенденция к образованию таких вот дублирующих органов. Есть прокуратура, есть антикоррупционная прокуратура, есть бюро... Вот теперь должен появиться антикоррупционный суд, то есть один будет коррупционный, а другой будет антикоррупционный. А еще анти-антикоррупционный суд будет. То есть вот каждый... Антикоррупционная Верховная Рада должна появиться и параллельный выбор. Анти-рада. Да, анти-рада какая-нибудь. И тогда Насиров не просто сядет, он тогда ляжет в СИЗО. Ну, за что? Ну, он же сам выбрал такой путь лежать, а не сидеть. Мы с Насировым мы-то, по крайней мере, побочили. Я бы очень, конечно, хорошо и в тренде быть, да, долой коррупцию и так далее, но очень обидно будет, если это все действительно позорно опять рассыпется, благодаря, ну, вот этой политической целесообразности и несоблюдению. То есть сделай вывод, Насиров будет сидеть или не будет? Я не знаю. Я хочу, чтобы... Давай спросим телевизор. Я хочу, чтобы если он виноват, он сидел по всем правилам, что не подкопаешься. На самом деле эта тема вообще отдельная. Очень противоречивая. Нужно нанять антикоррупционных прокуроров. Потому что на аргументах... Детективы. Девять или десять. Тогда будет вот все, да, по справедливости. Очень такая нерадостная новость для вкладчиков украинских банков. Это серьезная информация. МВФ потребовал ограничить ставки по депозитам в Украине. Говорят, что у нас очень высокие ставки. Это очень плохо влияет на экономическую ситуацию, на банковскую, любые. То есть все, кто сегодня немножко зарабатывают на депозитах, они, возможно, в скором времени потеряют такую возможность. Судя по тому, как понижают в Украине, у нас все очень быстро, даже не дожидаясь никаких законопроектов, можно обосновать это всяческими тенденциями. То вот можно предположить, что это произойдет. У нас есть телефонный звонок. Возможно, это поносировал. Давайте послушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Готовы послушать. Есть такая профессия, родину свою расхищать. Вот человек поставлен, чтобы блюсти, смотреть за этим. А вот забыл, наверное, что год петуха, и петух коррупционеров клюет в задницу в этом году. Хотя мы должны спокойно относиться к этому всему. Вы посмотрите вот скандалы. ФИФА, Самсунг, ФИЙОН. Ну, как-то вот люди борются без истерики, спокойно. Ну, зато вот вся Украина увидела, как ФИФА, они стоят в палатах двуспальные кровати. А вообще-то, Насыров поднял руку на святое, на народные деньги. Поэтому баланду лет пятнадцать ему хлебать надо. И пусть спасибо скажет, что не военное положение, а то к стенке вообще. Спасибо. Спасибо. Ну, вы сказали, что нужно спокойно относиться. Да, видите, мы даже шутить пытаемся. Мы, в общем-то, даже так ими. Душа, выигрыватель, да, круто. Тут шел разговор о Франции, о петухах, в общем-то, о том, что куда-то там взад кто-то кого-то клюнет. Ну, то есть о Европе, да, разговор шел? Можно я вот об этом? Ну, о загранице. Вот у моей коллеги, как твое отчество, скажи? Анатолий. Кто-то из зрителей сказал, что фамилиарно, да? А теперь по отечеству. Да, моя коллега Елена Анатольевна, вот Евгений Марсович, неприятно, сказала, что у нее безрадостно, но у меня все-таки позитивная новость, хоть она тоже тренд на смешек. Безвиз. Вот важная штука, объект Иронии, и тем не менее. На этой неделе будет сделан небольшой, но уже такой важный шаг к безвизу. То есть безвиз будет. Какой? Я готов уже спорить на деньги. Какой шаг будет сделан? Я сейчас скажу. Я готов уже спорить. Первый шаг. Я сейчас коротко эту процедуру, и что дает безвиз. Я готов спорить на деньги. Не, не надо, мы все знаем, что дает безвиз. Что у нас в июне будет безвиз. Безвиз дает право безвиз. На деньги на сыровое, я готов спорить. Значит, прошли уже этап, то есть 28 февраля такие негромкие уже состоялись, неформальные такие переговоры между Советом Европы, Советом ЕС и Европарламентом, после чего уже как, ну, все уже дипломаты и серьезные, скажем там, люди говорят, что вопрос уже ставится не если, а когда. Да, схема очень, значит, коротко расскажу. 9 марта профильный комитет Европарламента, дальше Европарламент 5 апреля утверждает тоже, отдельно по стадиям готов спорить на деньги, что будет безвиз. Да, утверждает, утверждает. Дальше идет большая пауза, дальше идет месячная пауза, я даже чуть больше, я чуть объясню ее причины. 11 мая большинство Совета Министров стран ЕС принимает, значит, принимает это. 15 мая подписание, подписывает председатель Европарламента и председатель сообщества страны, Мальта, по-моему, сейчас. Дальше неделя публикации, 22-23 мая, и 20 дней отчитываем, и можно ехать как раз аккурат к дню России, 12 июня где-то, но не в Россию, можно ехать. Пауза, вот это самый большой стрём между вот этой вот паузой. Деньги, деньги. Нет, это не деньги, это не как спирология, это Франция и Липен. Франция это, ну, важный же, да, субъект среди этих европейских стран. Она хочет, чтобы это все прошло после выборов, после своих выборов. Там первый тур 23 апреля, 2-7 мая, и чтобы не давать козырь и Липен, хотя уже сейчас у нее шанса практически нету, потому что впервые даже Макрон в первом туре ее уже обходит. И тем не менее, чтобы не давать шансов, поэтому 7 мая там второй тур, а 11 мая вот подписание происходит, потому что еще даже если вдруг Липен выиграет, то все равно состав правительства не меняется. Так что Новый июнь у нас без виз будет, и я действительно тут в данной ситуации готов на ваши деньги спорить без вопросов. Я все-таки коротко, потому что спрашивали там, это все страны, кроме Британии и Ирландии, и теоретически только биометрический паспорт надо иметь, но все равно все те же документы надо иметь, потому что пример Молдовы, где на границе заворачивали людей без основания, ну, то есть подтверждение, брони, гостиницы. Единственный плюс, это существенно, что это уже не надо, что это визу не надо, что визу не надо, не надо платить, но документы, подтверждение, тем более документы получить легко, легким движением, вот показывают, по-моему, 900 гривен, это очень удобно, очень комфортно, там единственное, что не у всех получается ставить отпечатки пальцев, а на самом деле это в этих сервисах, у меня получилось, а вот у жены не очень получилось, и там пишется отметка о том, что, в принципе, да, да, есть проблема, да, да, что да, ну, не у всех есть слабо выраженные отпечатки, я привык пальчики катать, а жена не привыкла, начальник. Так что ты хочешь показать зрителям, как выглядит твой паспорт? Я хочу, во-первых, чтобы дать, да, я хочу сказать, что это получить, на самом деле, очень удобно, очень быстро, сейчас не надо... Нельзя оборачивать в обложку, ты знаешь, что нельзя? Человек с синдромом этих очередей, этих всех паспортных столов, это действительно, ну, хоть одну перемогу среди моря зрад можно показать? Нельзя, нельзя, по обложку, на любой границе заставляют тебя обложку снять. И во-вторых, более для издевательств, я хотел тебе дать на то. Я хочу вот что сказать, что все-таки есть территории, куда даже с вот этим паспортом, ну, наверное, не имеет смысла. В смысле, с моим паспортом? Ну, с таким, с таким паспортом, вот. В Турцию же, в Турцию по внутренним паспортам обещают. Я не Наташа ехать в Турцию. Я имею в виду все-таки ДНР и ЛНР. Я их имею в виду, ну, самопровозглашенные территории, которые никаких наших вот этих вот паспортов не признают. Там, на самом деле, тоже происходит определенное движение, как реакция на вот эту блокаду, о которой мы говорили, за которую одни за, другие против. А там ребята, в общем-то, значит, они сейчас объявили национализацию тех предприятий, которые зарегистрированы в Украине. Ну, там и Захарченко об этом говорил. Предприятий много, они в основном относятся к империи Рената Леонидовича, хотя есть и другие персонажи. Вот они говорят, что мы это теперь национализируем, и все. Ну, а что это означает? Если они их национализируют, то продукции этих предприятий может, ну, то есть никакой зарубеж не купят, потому что территории не зарегистрированы. Ну, Россия там выставляет пошлины, и, в общем, на самом деле, как бы экономически это будет коллапс. Ну, вот коллапс. Или коллапс. А, ну, это же ДНР коллапс. Нет, будет очень тяжело. Ну, и на самом деле, вот вся эта история с блокадой национализации, это плоды вот украинской демократии, как пишет Юлия Латынина, есть такая злая, в общем-то, умная женщина, там, журналистка, она пишет, что демократия в Украине – это коррупция. Ну, у нас, говорит, в России и такого нет, а на самом деле в Украине вот влияние на потоки и умение, так сказать, ими управлять, оно гораздо важнее, чем все идеологические разногласия. Поэтому, как бы, скорее всего, все-таки она права. Хотя есть еще такая политическая составляется, часть людей говорит, что это давление на Ахметова, чтобы не распалась, как бы, фракция по блока, а одним, так сказать, вот, железным отрядом раскачивала ситуацию до перевыбора. Ну, это вполне возможно. Знаешь, какой еще один из самых главных результатов вот этой блокады? Интересно. Это вот за две недели этой блокады Ахметов потерял 1 миллиард. Да нет, это не точно. И он выбыл из рейтинга самых богатых людей. Он за год потерял. За две недели. За две недели. И он выбыл, и он единственное представлял Украину в этом рейтинге. А теперь там никто ее не представляет. Теперь Украину трудно представить в этом рейтинге. Выбыл из рейтинга Bloomberg, об этом свидетельствуют данные рейтинга, на 6 марта. Состояние владельца с 20 февраля 2017 года, согласно оценкам Bloomberg, уменьшилось на 1 миллиард долларов. 4,44 было миллиарда, а стало 3,5. А присутствовать в этом рейтинге могут только те бизнесмены успешные, у которых 3,61 миллиарда. Вот Ахметов не входит, и уже там нет никого из наших. Ни Пинчука, ни Коломойского, ни Боголюбова, ни Новинского, никого там нет. Кризис в Украине, стали зарабатывать меньше. Но, кстати, есть люди, которым хуже. 528 позицию он занимает. Самый богатый человек Европы, Артега, полтора миллиона потерял. Зара, Бершка, переместился, уступил Баффету и хозяину Амазона. Он был самый богатый человек мира. Он был 2 года назад самый богатый человек мира, а сейчас он потерял полтора. А Ахметов только миллиард. А ты Зару тут рекламируешь. Только миллиард. Но давайте вернемся после всех этих миллионов в наш город. Можно об аншлаге в городе сказать? Значит, в городе аншлага представил его, значит, БФФБ. БФФБ – это Борис Филатов и БФСБ. Аншлаг, вы знаете, что вот уличные таблички, первое название уличных табличек, вот когда они в Германии появились, аншлаг они назывались, ну, как бы, вот это первое название табличек. И Филатов представил в свойственной ему манере, где еще БФФБ и ФБ неразделимы, значит, причем так, категорически говорит, таблички уже утверждены, хвалите, ругайте, но они утверждены. Можно, да, показать? Вот уличные таблички с новыми названиями, вот, вы отличите, где Филатов, где табличка. Знаешь, что они еще не утверждены? Да, и там еще вторая. Вот Колянова еще не утвердила эти таблички. Лысенко сказал, что не утвердил. Завтра зрители наши посмотрят 9 канал новости, будет сюжет на эту тему очень подробный. И там будет точная информация. Прекрасно, потому что у людей много споров, в основном одобряют, но это вкусовые споры, они вообще, они гораздо еще острее, нежели политические, это труба вообще, вкусовые споры. Но Филатов, значит, говорит, что там... Нет, на стиле крупный, очень много... Ну, вот есть же табличковеды такие. Боже мой, лучше бы борды с президентом не вешали, это проще гораздо, чем спорить о табличках. Ну, пусть борды, чем президентов вешают. Значит, коровы... Да нет, пусть не вешают. Давайте сороковая программа. Троицка по законной транслитерации должна писаться Троицкая. То есть и Филатов сказал, спокуха, перепроверим и так далее. Вот я хотел бы, чтобы осталась эта фотография. Там же по-украински написано Троицка, по-русски никто не будет писать, и ТС там не будет. ТС, ТС, можно я продумать? Не долго ли мы Филатова показываем? Нет, не убирайте, просто среди комментов, среди споров о шрифте, дизайне, у него понравился один... Уберите, пожалуйста, Филатов. Елена, можно вернуть, пожалуйста? Не слушайте эту женщину, Елену Анатольевну, меня сейчас, через минуту ее. Мне понравился коммент, Елена Белентьева написала некоторое. Таблички классные, лицо опасное. Где Яна Белентьева? Она написала таблички классные, лицо опасное. Я все-таки прорываюсь. На самом деле, что касается меня, я могу человека без одежды оценить, и в одежде, а одежду на человеке. Вот я не могу одежду без... Вот я не могу... Вот могу оценить, что у тебя довольно неплохо ты одета. Но если бы я увидел вот эту одежду... А если бы на ней была Труицкая написана, или портрет Бориса Филатова, это было... Да, я бы не мог... То есть так же табличка вот на доме, для того, чтобы я дал окончательное добро, я ее должен увидеть... Тебе нужен дом, да? На доме, да, да. Уважаемые зрители, завтра включите, пожалуйста, 9-й канал, посмотрите новости, 18.00, вы видите табличку на доме, и услышите всю точную информацию. Точную информацию. Я хочу продолжить, ну, городскую немножко тему. Фух, перебивает, конечно. Я о средствах массовой информации, что им надо внимать, слушать, смотреть, но не всегда верить. Просто маленькая цитата. Кроме одной передачи. Не перебивает. Одна передачи, маленькая цитата из одного издания. Майкл Флинн, это бывший экс, ну, бывший экс, да, там, советник по национальной безопасности, вот Майкл Флинн, да, которого уволили, он встретился с простоквашей. Я вот читаю это на страницах «Украинской правды», думаю, что это значит. А потом оказывается, что это Сергей Кисляк, что это перевод фамилии посла. Я понял, что надо, в общем-то, ну, так, очень осторожно относиться к средствам массовой информации. Читаю. Оценка работы городского совета. Это вам не троит. Да, оценка работы городского совета. Жители города оценили на неуд работу городского совета. Ну, думаю, вот обидно, да, все-таки что-то там старались. И дальше приводятся цифры. 0,5% отлично, но это я вообще не понимаю, какие люди. 19,4% хорошо, 32,2% удовлетворительно. Складываю, получаю 52,1%. То есть, можно писать, что большинство жителей города признали работу городского совета удовлетворительной. А тут оказывается неудовлетворительной. Вот и верь после этого. Я повторяю, что мы живем в мире интерпретации, в мире манкманипуляции. Кроме программы ДОЖП и, может быть, периодических редких сюжетов CNN, в принципе, и 9-го канала, конечно. И новостей 9-го канала, когда их ведет Елена Анатольевна, больше, на самом деле, реально это проблема. Тут вопрос перед тем, как от телезрителя, но это как она сама собой не очень разобралась, мне кажется, или я не могу давать. Наталья Капитонова спрашивает. Неделю назад вы говорили о необходимости поддержки театра в Днепре. Чем это отличается от совкового навязывания халтуры? Ну, то есть, если она априори считает это так... Если вы воспринимаете театр как халтуру, то... Да, я вот вчера просто был в театре, я вот вставлю буквально несколько фраз. Вчера отмечали годовщину ухода из жизни Юрия Викторовича Чайки. Это режиссер, народный артист, почетный гражданин Днепра. И я просто советовал... Ну, я понимаю, что это уже событие произошло. Был полный зал, вот тысячи людей слушали оперные арии, слушали Травиату, слушали Кармен. И было понятно, что на самом деле все-таки театр есть в нашем городе, и мы обязаны сохранить. Ну, об этом, я думаю, у нас будет отдельная передача. Я хочу сказать пару слов о перверзиях, об извращениях, о сексе с мертвыми. Можно? У нас три минуты. Ты уложишься в одну минуту? В одну минуту ты уложишься? Ну, три минуты, аж трое. Три минуты у нас осталось. Начинай же. Наталья Поклонская, мы знаем о ее влечении, вот, постоянном, виртуальном, к убиерному Николаю Александровичу Роману Второму. Вот эта безумная камера Фрейлина настолько затеребонькала уже этого государя-императора, там, эстлянского, курлянского, всероссийского и так далее, что... Что даже... Вот. Вы слыхали этот трэш? То есть, незаконный избранный депутат Госдумы, прокурор этого, экс-аннексированный Крым, Мишмеш, да, заявил, что Симферополь замироточил бюст вот этого импи... Бюст последнего русского царя. Я хочу в заключение... Я не буду, я больше хотел сказать, но мне говорят, времени мало, я бы хотел потоптаться по вот этому, и по бюсту, и по замироточил. Причем она говорит, что замироточил не только бюст, но и иконы там, и репродукции царской семьи, то есть гулять так гулять, все течет, вот совершенно верно. Все плачет Крыму, все плачет. Леонид Швец, журналист, там, очень хорошо сказал, что всякий раз, когда вам на глаза будет попадаться заявление этой женщины, с незамутненным сознанием, вспоминайте, что это бывший работник центрального аппарата Генеральной прокуратуры Украины. Но я, мне Калиянова, сказал перед передачей, что замироточил... Так уже все замироточило. В России уже происходят сплошные чудеса, и уже мэр города Светогорск, это возле Выборга в Ленинградской области, он заявил о том, что вот на памятнике Владимиру Ленину он тоже усмотрел слезу. Я зачитаю, очень смешная цитата. «Проходил сегодня мимо площади и заметил еле уловимое изменение на лице нашего бывшего вождя. Подошел поближе и понял, что с ликой леча течет слеза. И это точно были не следы дождя. Тут я и понял, что памятник Ленину тоже замироточил. Выходит, в нашей необъятной стране начали происходить настоящие чудеса. Пусть началось в Крыму, но в Выборге, похоже, дело посерьезнее». И теперь некоторые СМИ просят неравнодушных граждан быть очень внимательными, присматриваться ко всем люстам и памятникам. Отмечать все мироточки, которые... А прикиньте, за лошади под полководцами, там же вообще... Мироточат все. Да, за мироточат вообще уже не будет, не пройти. Ну, если мы о Беличе заговорили, то я думаю, что сейчас самое время сказать про Виктора Федоровича, да, там... Говори только коротко. Ну, просто накануне 8 марта, накануне 8 марта, вот в прошлой программе Лена немножко, наверное, женщин каких-то расстроила, сказала, что развелся Виктор Федорович со своей супругой после 45 лет. А вот на самом деле, это инсинуация немецкой прессы, ничего не развелся. Янукович по-прежнему занят. Сказали, что передам по-прежнему женат на Людмиле Януковича, она, правда, в Крыму. А живет с подругой кухарки или с сестрой кухарки? Ну, наверное. Ну, по крайней мере, есть счастливая семья, есть счастливый брак, и давайте, как бы... А завтра Филатову 45 лет, между прочим. А 8 марта кто-нибудь скажет вообще хотя бы что-нибудь? У нас Гарик лучше всего умеет поздравлять. Нет, я просто, Леночка, я хочу всех наших телезрительниц прекрасных и вообще всех жительниц нашего города, нашей страны, да и что там, всей планеты поздравить с этим замечательным, хотя не очень сейчас вписываемый в концепцию, так сказать, праздника. Ну, не будем мы про розы вспоминать. Я просто про розы, я хочу сказать, что очень мне нравится сейчас такое происходит в одном соседнем государстве, не буду называть, когда по заказу женщине привозят букет 101 красивейшая роза на 10 минут, фотографии, селфи, все дела, и увозят. Говорят, очень пользуются справа. Сколько стоит это? Я не знаю. Это в России. Но я закажу, Леночка, я закажу, да. Ну, не нужно. Ну, это, наверное, очень... Нет, мы тебе подарим. Это очень не нужно. Так 8 марта уже после заведения. Видишь, вот Гендин, он, смотри, даже опустил, даже... Он против... Причем, вот, я просто... За бордый Порошенко в Днепре. Вот 364 дня в году люблю женщин, а вот 8 марта как-то... Все, ты сказал, что не будешь рассказываться. На сегодня заканчивается. Любим, целуем, желаем. Спасибо за внимание. Оставайтесь на 9-м канале и до встречи в следующей программе. А мне заткнули рот. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok